Всем привет, друзья! Познакомимся с моделью самолета Як-38 от компании Хабибос. Модель в 48 масштабе. Выпущена модель в 2011 году. Размах крыльев у модели 148 мм. Длина модели в собранном состоянии 141 мм. На одном из боковиков видим варианты окраски и короткая справка о данном самолете. Модель выпущена в 2011 году. Артикульный номер 80362. Инструкция представлена такой вот книжечкой. Краткая справка о самолете. Предупреждение. Рамочки раскладка летников. Летников у нас всего 6. Один из них прозрачный. И этапы сборки. Модель очень хорошая. Стыкуемость у этой модели замечательная. Крылья в этой модели можно собрать в двух вариантах. В разложенном и сложенном состоянии. Для палубного базирования. Все этапы сборки четкие. Все замечательно выглядит. И последняя страница с вариантами навески вооружения на данный аппарат. В наборе вот такой большой лист с инструкцией по окраске и нанесению декалей. Стандартный вариант окраски. На Афганистан камуфлированный и морской, так скажем. Таблица красок представлена широким спектром производителей. Креус, Model Master, Tamiya, Humbro. В общем-то, любой вариант подойдет. Декаль представляет собой вот такой большой листик. С опознавательными знаками и бортовыми номерами. Эмблемой морской авиации. Всевозможные технические надписи. Напечатано все неплохо. Толщина декалей. Ну, такая, в общем, такая, как у Хобби-Гос. Вот такие технические надписи в желтом варианте. Или какие-то обозначения. Но шрифта здесь нет. Просто какие-то полоски имитации надписей. В целом, неплохо. Технички много. Будет красиво. Остекление. Фонарик упакован в целлофан. Завернут в пупырчатый целлофан. Дабы не поцарапалось, не повредилось. Вот редко кто это делает. Вот Хобби-Гос всегда упаковывает остекление в материалы, которые не дают ему повредиться. Итак, прозрачность у фонарика отличная. Никаких дефектов здесь я не наблюдаю. Все прекрасно видно. Дано-банно. Приборная доска прозрачная. И сам фонарик. Фонарик хороший, но тем не менее он имеет очень-очень еле заметный литейный шов, который впоследствии придется устранять. Вооружение в наборе представлено двумя вот такими рамками. Также хрупкие детали упакованы в пенку. Так, на вооружение у нас даны контейнеры Нурсов, пушечные контейнеры и ракета. Одна деталь подвеса. Качество детализации замечательное. Сквозные отверстия в блоках. Толкатели внутри. Выглядит очень хорошо. Посмотрим, как это будет собираться. Но, опять же, нарекания по сборке об этой модели никто не знает и не слышал. На данной рамке у нас представлена всевозможная мелочевка данного самолета. Элементы кабины, хвостового оперения, сопла, карлосаны, колеса, шасси, кресла и пилоны. Качество замечательное. Колесо из двух половин. Что переднее колесо, что колеса основных стоек шасси. Все очень-очень аккуратно сделано. На оперении имеется и крой, и клеп. Выглядит просто прекрасно. Также детали для сборки модели с крыльями в сложенном положении. Стойки шасси. Консоли крыльев даны на одном литнике. Детализация замечательная. Имеется и крой, и клеп. Все выполнено очень-очень аккуратно. Толкатели все спрятаны на внутреннюю сторону. Никаких дефектов и облоев здесь не замечено. Модель собственной разработки компании Habiboss 2011 год. Выглядит просто замечательно. Аналога в данной модели я знаю только вакуумную, очень древнюю. Но о ней разговаривать смысла не имеет. Найти ее, наверное, не представляется возможным. Подробные фотографии детализации смотрите в нашей группе ВКонтакте. Следующий литник содержит элементы носовой части, элементы двигателей, крышки вентилятора подъемного двигателя в двух положениях с открытыми жалюзи и с закрытыми. Присутствует крой, клеп. Выглядит все очень-очень аккуратно. Единственное, вот эти антенны, на мой взгляд, толстоваты, великоваты. Но по сборке мы будем уточнять. Также голубь, называю я его так, не совсем верные формы. Но для этой модели существует масса и масса дополнений, как фототравления, так и смоляных деталей, которые корректируют внешний вид данной модели. Антенна ПВД, элемент корпуса кабины самолета. Дан он очень простенько, скажем, но такая легкая имитация приборов присутствует. Также есть фототравление на кабину от компании Эдуард. Всегда можно приобрести дополнительно, если есть такая необходимость. Последний и основной литник из данного набора содержат элементы фюзеляжа, основные детали планера, воздухозаборники, руль направления, элементы, опять же, выхлопа двигателя и ниши шасси. Выполнено все очень замечательно, с отличным качественным кроем. В данной модели можно поставить оценку 5, в любом случае, что бы там ни было, так как модель единственная в своем роде, которую выпускает компания Хабибос, и вариантов нет. А на этом данный обзор заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Фотографии смотрите в группе ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии. Есть мысль собрать эту модель на стримах, что вы об этом думаете, пишите. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok